Кумир девчонок конца 80-х. Родился 6 сентября 1973 года в городке Кумертау Башкирской ССР. В семье безответственных молодых людей Василия Клеменко и Иверы. Отец настолько не готов был принять сына, что отказался дать ему свою фамилию. Родители Юры развелись, едва ребенку исполнилось три года. Вскоре у мальчика появился новый папа. Отчим регулярно употреблял алкоголь и не жаловал пасынка. Юрий скитался по родственникам. В 1984 году, после смерти матери, 11-летний мальчик остался один. У отца к тому времени была уже новая семья, и сыну там места не нашлось. За воспитание племянника взялась тетя Нина Гавриловна. Юрий обещал стать трудным подростком, со всеми вытекающими последствиями. В это время в его жизни появляется первый неравнодушный взрослый человек, Тазикинова Валентина Николаевна, директор Акбулакского детского дома. Смелая женщина взяла ответственность за отбившегося от рук мальчика и оформила его в свой детский дом. Это произошло на комиссии по делам несовершеннолетних, где решалась судьба Юры. На новом месте Шатунов начинает интересоваться хоккеем и даже подумывает связать судьбу с этим видом спорта. Кажется, что жизнь вчерашнего беглеца и практические сироты постепенно налаживается. В 1986 году Валентину Николаевну переводят в другой детский дом, но, на ту же позицию, директора. Недолго думая, Юра сбегает из пристанища и оказывается на пороге школы-интерната, которым теперь руководит его вторая мама. 6 декабря 1986 года руководитель музыкального кружка школы-интернатных самодеятельностей выступает в клубах. В феврале 1988 года кассеты с песнями детдомовцев случайно попадают к менеджеру популярной группы «Мираж» Андрею Эразину. Он перевозит ребят в Москву, где творческая деятельность коллектива выходит на новый уровень. Популярность группы, благодаря Эразину, быстро набирает обороты. «Ласковый май» дает по 40 концертов в месяц. Полные многотысячные стадионы, миллионы восторженных поклонниц, бешеная популярность кружат голову провинциальным артистам. Ками и чемоданами денег. Но оседают банкноты в карманах менеджеров и управляющих. Покинув «Ласковый май», Юрий выясняет, что у него нет прав на песни, которые стали его визитной карточкой. А его голос и записи хитов используются без разрешения Шатунова. Все это станет предметом судебных разбирательств. Юрий отсудит у бывшего продюсера 10 миллионов долларов. В 18 лет бывший воспитанник детского дома начинает сольные выступления. Спустя год Юрий принимает участие в рождественских встречах Аллы Пугачевой. Кумир молодежи исполнил песню «Звездная ночь». В сентябре 1993 года психически нездоровый человек, пытаясь совершить покушение на Шатунова, случайно убивает друга певца Михаила Сухомлинова. Трагедия подкашивает силы артиста, и он надолго становится затворником, прячась в собственной сочинской квартире. В конце 90-х годов начинают сотрудничество агенты, организаторы концертов российских артистов за рубежом. Новым продюсером певца стал Аркадий Кудряшов. После нескольких успешных концертов, Юрий окончательно переезжает в Германию. Там же, в 1998 году, он получает образование по специальности «звукорежиссер». На протяжении 13 лет, начиная с 2001 года, артист записал 5 студийных альбомов с ремиксами своих популярных песен и новыми композициями. В 2009 году, как автор музыки и слов песни «Детство», становится лауреатом премии «Песня года». В 2011 году и 2017 году были сняты документальные фильмы о феномене группы «Ласковый май». В 2018 году певец представил публике лирический альбом «Не молчи». В наши дни Юрий Шатунов активно гастролирует по России, собирая полные залы старых и новых поклонников. Он до сих пор в отличной певческой форме, остается востребованным артистом с высокими гонорарами. Несмотря на большой успех у поклонниц, певец не был замечен в скандальных романах и громких отношениях. С 2007 года Юрий состоит в счастливом браке с любимой женщиной. Со Светланой они познакомились случайно, в кафе. В 2006 году появился на свет сын Денис, а через 6 лет дочь и Стелла. Они счастливо живут в собственном доме в Мюнхене. В подвале Юрий оборудовал музыкальную студию, где записывает песни и снимает клипы. Певец ведет здоровый образ жизни, увлекается хоккеем, горными лыжами и компьютерными играми. Он имеет титул чемпиона России по гонкам на виртуальных болидах. Отец певца живет все в том же маленьком башкирском городке, журналистов не жалует и на вопросы о знаменитом сыне не отвечает. С отцом и его семьей Юрий не поддерживает отношения. Вывод. История Юры Шатунова в очередной раз подтверждает теорию отсутствия закономерностей. Голубоглазый мальчик-сирота при живых родителях. Работать бы ему, после окончания техникума, водителем или слесарем. А он стал кумиром целого поколения. Или подружиться с алкоголем, и закончить свои дни под забором, как это делают многие выпускники детских домов. А он объездил с гастрольными турами много стран. Мог бы создавать семьи, и бросать своих детей. А у него крепкая, любящая семья, надежный тыл. Нельзя сказать, что он упорно шел к своему успеху. Видимо, кто-то сверху направлял к талантливому мальчику феи и ангелов, и притягивал благоприятные обстоятельства. Большая заслуга Юрия в том, что он удивительно легко проходил испытания медными трубами. Вовремя ушел из группы, на волне ностальгии вернулся с сольной программой, создал крепкую семью, занимается творчеством. Несмотря на полное отсутствие воспитания и положительных примеров в окружении, этот талантливый парень смог расставить в своей жизни правильные приоритеты. Не спился, не погряз в дебрях шоу-бизнеса. Главными достижениями считает рождение детей, а вовсе не популярные песни. Обделенный родительской заботой, он старается подарить дочке и сыну всю свою любовь и внимание. Субтитры создавал DimaTorzok